Всем привет! Это Астапрогноз для всех знаков зодиака на первую, вторую и третью декаду октября 2023 года. Начнем со вна. Овин, первая декада. Будут все нерешенные задачи, легко решаться. Главное, вникнуть в суть каждого вопроса, который вы решаете. Это важно. Так, и не придирайтесь к мелочам, и не принимайте необдуманные решения. Вот, поэтому у вас есть большой шанс сделать неправильный выбор. Вот, и главное, не упустите этот шанс. Это очень хороший период будет для вна, на первую декаду. Так, вторая декада Овин 2023 года. Будут какие-то приятные события, хорошее известие, какие-то новости хорошие. Какой-то успех, который будет достигнут собственными силами, без какой-то посторонней помощи. И, главное, будьте решительны, чтобы удача была на вашей стороне. Так, значит, Овин, третья декада, октябрь 2023 года. Так, необходимо подготовиться к переменам каким-то важным. И, возможно, придется все бросить, все, что у вас есть, чтобы идти дальше. И это дальше будет лучше, чем прошлое. Вот, ну, главное быть к этому готовым. Чтобы начать все с чистого листа. И, главное, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Нужно понимать, что для вас откроются новые горизонты. И не зависит никаких обстоятельств, чтобы они не сбили вас с верного пути. Так, это был Овин, третья декада. Значит, первая декада для Тельца. У вас в жизни будут какие-то происходить переломные моменты. И, чтобы это было как-то не автоматически, вам нужно как-то запустить самому этот механизм. И понимать, что в больные места будет бить вас жизнь в этот период. И нужно, вот если у вас что-то больное, там, зуб болит, и, ну, не трогать этот зуб, либо идти лечить его. Потому что, ну, может обязательно сломаться. Вот. И вообще для Тельца, вот как в прошлом месяце про нумерологию говорил, вот эта энергия заканчивается в сентябре, и у Тельца как бы еще декаду будет длиться. Поэтому нужно быть готовым. Хотя, я думаю, месяц подготовку был. Вот. И, ну, самостоятельно что-то там разбить. Что-то ненужное, старое, да. Там старую посуду купить новую. Вот. Или ремонт делать какой-то, чтобы избежать каких-то неприятностей. Вот. Месяц будет, кстати, хороший вообще у всех знаков зодиака. Там исключительно у двух или у трех. Вот. Это говорит о том, что у нас другая энергия сейчас в этом месяце. В прошлом месяце была у всех плохая энергия. И о том же говорит гороскоп. Вот. А это будет хороший месяц. Нужно тоже подготовиться. Потому что будут какие-то планы далеко идущие, да. То, что вы когда-то давно планировали и потихонечку к этому готовились, будут исполняться какие-то желания какие-то у вас, ну, были, например, да. И это очень хороший период, если что-то делать. Если ничего не делать, конечно, ничего не будет. Вот. И, кстати, сейчас монетизацию запустил. И может быть какие-то для спонсоров запустить какой-то контент другой. Может быть, нумерологический гороскоп делать отдельно для них. Либо еще что-то. Может быть, какой-то подробнее описывать энергии. Ну, пишите, если что, в комментарии. И там что-нибудь придумаем. Вот. И в шорт я буду забрасывать нумерологический именно прогноз. Так что, если кому интересно нумерологический, заходите в шорт. Так. Продолжаем. Так. Значит, вторая декада для Тельца на октябрь 2023 года. Так. Нужно не впадать в уныние Тельцу. Вот. И поэтому у вас, если вы выдержатель, а у вас будет надежда, что наступит белая полоса и будет все хорошо. Не следует жить в иллюзиях. Нужно осмотреть на фактическое положение вещей. Вот. Ну, в этот период вообще может быть какое-то горе, предательство, какое-то измена. Всякое такое. Так. Значит, третья декада. Октябрь 2023 года для Тельца. Если у вас есть возможность такая, то нужно в жизни попробовать что-то новенькое. Не упускайте эти возможности, которые в руки идут сами к вам. И несмотря на хаос, который происходит в вашей жизни, нужно не суетиться, нужно контролировать дальше свою жизнь. Да. Не бросать это все под откос, и все будет хорошо. Так. Следующий у нас близнецы. Первая декада. В этот период нужно понимать последствия ваших действий. То есть, если вы кому-то навредили, значит, оно как бы вам боком вылезет бумерангом. Если вы хорошо кому-то сделали, то и у вас будет все хорошо. Нужно понимать причинно-следственную связь. И нужно меньше эмоций каких-то выпускать, быть более спокойным в этот период. Так, значит, это была первая декада для Близнецов на октябрь 2023 года. Значит, следующий у нас на вторую декаду для Близнецов 2023 года на октябрь. В этот период вы сможете увидеть свою теневую сторону вашего характера. И вас может кто-то сбить с правильного пути, может вас кто-то направить на какой-то плохой поступок. Возможно, на какое-то мошенничество. Вы помните, что если вы долгое время кого-то делаете лохом, то рано или поздно вас сделают таким. И это будет очень нехорошо. И, значит, третья декада для Близнецов на октябрь 2023 года. В этот период возможны конфликты. Необходимо мыслить трезво и холодно. Да. Быть немножко холодным. Значит, реагировать не сильно, прям эмоционально. На всей ситуации. Ну, понимать, что вас может быть провоцирует. Поэтому нужно как-то сквозь, через строчку видеть это все. К своим целям вы приблизитесь, если вы закроете какие-то негативные черты своего характера. Вот. И такой совет, что не портите другим жизнь, и вам жизнь портить не будет. Если кто-то портит, то следует этих людей взять на карандаш. Все. Это была третья декада для Близнецов. Так, значит, рак. Этот период хороший будет для вас. Все дела благополучно завершатся. Возможно, вас ожидает какое-то повышение. Ну, или другие какие-то радости, которые могут вообще быть. Домашний комфорт, какие-то там семейные радости в кругу семьи. Что-то хорошее. И это обязательно будет связано с деньгами. Благоприятные денежные какие-то ситуации. Вот. Значит, это была первая декада для рака на октябрь 2023 года. Следующая, вторая декада для рака на октябрь 2023 года. В этот период вас ожидает много хлопот и задач. Период будет сложным, и нужно будет настроиться на преодоление препятствий. Чтобы период оказался благоприятным, вам необходимо приложить максимум усилий. Потому что есть вопросы, которые не сразу решаются. И нужно, может быть, не с первого раза второго повторить, и все будет нормально. И на свои плечи не загружайте больше, чем нужно. Если нужно, попросите у кого-то помощи. Теперь третья декада для рака на октябрь 2023 года. Не годитесь слепо за успехом и помните о долгосрочных проектах. Так, не давайте собой манипулировать этот период. Так, возможно, у вас еще появится какая-то женщина, которая будет о вас заботиться. Вот. И нужно слушать ее советы, не игнорировать. Она, возможно, не последнюю роль в вашей жизни сыграет. Так, еще следует о доме заботиться, о семье, о всяких проблемках домашних. Так, все, это был рак. Третья декада октября 2023 года. Первая декада для льва на октябрь 2023 года. Это хороший период, будет радостный. Вообще хороший период для примирения, если с кем-то вы поругались. Или в ссоре с кем-то. Этот период вообще праздничный, поэтому нужно отгонять от себя всякие мрачные мысли, всякий негатив и веселиться. Нужно сохранять спокойствие и равновесие, быть открытым и время семье уделять. Значит, вторая декада 2023 года, октябрь, для льва. У вас посетит ностальгия о старых тех временах, хороших. И этот период вам даст повод разобраться в себе, понять, что исполнилось, что не исполнилось, что хотите, что хотели. Возможно, и вы встретите людей из прошлого. И эти люди, они могут вас подтолкнуть на какие-то правильные шаги в будущее. Эти люди, да, значит, это третья декада для льва на октябрь 2023 года. В этот период вам судьба дает шанс воспользоваться вашей мудростью и опытом, и вы должны быть готовы к этому испытанию. Вы окружающим покажете свой ум, и, возможно, какие-то конфликты с мужчинами, поэтому будьте осторожны и держите свой гнев и эмоции при себе. Так, возможно, в этот период вы будете в каких-то людях жить, ощущать какой-то воображаемый успех, либо же какое-то разочарование, ощутите от реальности. Еще вы рискуете оказаться перед каким-то выбором, и, возможно, вы можете сделать выбор этот неправильный какой-то. Поэтому нужно быть осторожным. Необходимо быть в ясном уме, желательно с алкоголем как-то поаккуратнее быть, чтобы не ошибиться в каких-то вещах, делать какой-то правильный выбор, обращать внимание на всякие мелочи и быть, ну, не врать ни себе, ни окружающему. Это первая декада для Девы на октябрь 2023 года. Значит, вторая декада для Девы на октябрь 2023 года. Вам в этот период нужно подвести какие-то итоги, возможно, какое-то раз кем-то расставание, произойдет завершение неприятности и огорчений, которым вы впоследствии будете радоваться. Вот, и главное, ничего не разрушить в этот период, потому что последствия будут очень печальные, и вы будете сожалеть об этом. И какие-то, возможно, стрессовые ситуации, которые лучше перенести на потом. Так, значит, третья декада. Вам, возможно, захочется отправиться на природу для подзарядки и сил, какой-то энергией запастись. То, что было для вас долго неосуществимо, осуществится. За что бы вы ни взялись в этот период, у вас все получится. А, вот, можно заняться каким-то новым проектом и будет успех у вас. Так, следующее. Так, весы. Первая декада. Ведет вами откроются какие-то возможности, какая-то появится, может, романтика в жизни, какая-то радость. Возникнет желание себя проявить. Это, кстати, на работе очень хорошо. Можете смело принимать подарки судьбы. Это может даже просто тупо быть какой-то комплимент. Это и тоже хорошо. На вас будут внимания обращать. Так, и делами заниматься своими, а не какими-то чужими. Чтобы никто вас не влёк в какую-то авантюру, в какой-то проект, чтобы вы потом не сожалели. Потому что может оказаться обманом. Значит, весы. Вторая декада на октябрь 2023 года. Нужно быть максимально готовым к каким-то плохим последствиям. Это какие-то огорчения, какие-то разочарования, какие-то потери. Так, нужно обязательно держать ухо в остро, быть очень аккуратным в этот период. Проблемы свои ни от кого не скрывать, не шифровать. Тогда у вас какая-то есть шанс, что у вас начнётся какая-то светлая полоса. И не впадать в депрессию. Значит, третья декада для весов на октябрь 2023 года. Возможно, вы будете имитаться, у вас будет какой-то трудный выбор. Если вы чувствуете, ну, то есть, если интуиция вам не подсказывает, как поступить, то лучше перенести это на какой-то следующий период, на следующую декаду. И в этот период лучше побыть наедине, не ввязываться ни в какие конфликты, ни в ванксуры. Ну, если начали там ругаться, там ещё что-то, то нужно находить какие-то компромиссы. Вот, первая декада для Скорпиона на октябрь 2023 года. Нужно Скорпиону задуматься на правильном или ином пути, потому что бывает так, что силы какие-то вкладываешь куда-то, а потом, оказывается, получаешь какой-то противоположный эффект. То есть, не то, что даже нейтрально, да, а хуже, чем было. Поэтому нужно обдумать этот момент обязательно, вот. И не разбрасывайтесь своими силами, ресурсами, ресурсами какими-то там, ну, не тратьте понапрасну ни деньги, ни силы, ни время на кого-то там. Да, сохраните в этот период работу, имущество, семью. В общем, будьте стабильны просто. Лучше всё планируете и обдумываете. Значит, вторая декада для Скорпиона на октябрь 2023 года. Это период для каких-то уверенных действий. Все трудности будут вам по плечу. И принимайте решение, опираясь на свою интуицию. На работе возможен успех за какой-то короткий промежуток времени. И, возможно, кстати, встреча у вас с какой-то темпераментной женщиной. Будьте готовы, если вы особенно свободны. Так, и третья декада для Скорпиона на октябрь 2023 года. Это, возможно, вам предстоит много каких-то интересных дел. Какая-то импровизация, какие-то шутки, приколы. Нужно воспринимать жизнь как игру. Легко просто. И, главное, избегайте предвзятости оценок и костности. Не будьте в каких-то рамках, чувствуйте свободу в этот период. Вы должны это почувствовать. В личной жизни может быть какая-то романтика у вас, какие-то необычные сюрпризы. Вот это очень хороший период. Так, стрелец я бы еще. Стретьте, какая красота, да? Это у нас сентябрь. Октябрь практически, вот пару дней еще. Красота. Может, и зима такой будет. Шутка, конечно. Так, значит, стрелец. Первая декада на октябрь 2023 года. Так, стрелец не должен дать... Ну, как стрелец, да? Не дайте развести себя вокруг пальца. Вы будете серьезны в этот период, да? И в какие-то дела вступать медленно и будете все обдумывать. По каким-то проверенным схемам уже ранее. Вот. И не поддавайтесь на чьи-либо манипуляции, спекуляции в этот период. У вас есть все шансы принять какое-то ответственное решение. Трудные какие-то проблемы, которые у вас есть, да? Решатся в этот период. Главное приложить к этому какие-то усилия. Значит, вторая декада на октябрь 2023 года для стрелеца. Это подведение каких-то итогов в вашей жизни. Если вы достигли чего-то, да, то следует порадоваться за себя, похвалить себя. Если вам захочется взяться за какое-то новое дело, то в этом себе вы не отказываете, конечно же. Вот. И не стоит ничего бояться, главное не бояться ничего, а здравомыслить, быть решительным и уверенным в себя. И если есть у вас такие люди в окружении, мудрые люди, то прислушайтесь к им советам лучше всего. Если вы не понимаете, что происходит, что делать, то так. И, значит, третья декада для стрелеца на октябрь 2023 года, период запомнится вам как яркий и счастливый. Если вы возьмётесь за какое-то новое дело в этот период, то оно станет успешным. Вот, кстати, хороший период, чтобы с кем-то помириться и с кем в ссоре. Либо же кто-то, если на вас обижается. И у вас, ну, действуете, да, и у вас, ладно, и у вас всё получится, если вы будете действовать, не сложа руки сидеть. Значит, Козерог. Первая декада для Козерога на октябрь 2023 года. В этот период можно решить любую проблему, любую. И неважно, когда эта проблема возникла вчера, там, год, десять лет назад. Или возникнет завтра. Это вообще неважно. Стоит положиться только на себя. То есть не нужно помощи чьей-то ждать. И на свою частью внутрения нужно тоже верить в это. Стоит полагаться исключительно только на себя. И не нужно ждать, как бы, с моря погоды. И не нужно просить какую-то помощь. И, кстати, в этот период, возможно, какие-то суды, какие-то там осуждения от окружения. Просто мимуши пропускайте и сами тоже не осуждайте никого. Так, значит, вторая декада для Козерога на октябрь 2023 года. Это период хороший будет, только это все будет зависеть только от вас. Как вы повернете, в какую сторону. Если в положительную сторону, то, значит, будет все положительно. И нужно полагаться только на какую-то удачу, на веру в себя. И на везение, конечно же. Да, напомните, что в этот период можно достичь многого. Те декады для Козерога на октябрь 2023 года. В этот период от вас люди будут ожидать щедрости какой-то. И то ли финансовая, то ли словесная, психологическая, то ли какая-то физическая. Нужно помнить, что эта помощь к вам вернется в многократном размере. Ну или, возможно же, вы нужна из какой-то помощи и не нужно от нее отказываться. Потому что вы это заслужили. Красота. Кстати, еще забыл сказать для Козерога. В этот период, возможно, вам будут какие-то долги возвращать еще. Ну или вы кому-то вернете, да. То есть такой период будет, что у вас будет финансовая хорошая стабильность. И вы вернете этот хороший тоже период. Так, значит, Водолей. Первая декада на октябрь 2023 года. Хороший период для развития, роста и долговременных проектов. Так, нужно, главное, не спешить и быть более терпеливым и последовательным в каждом своем решении. Любая плотность, плотность будет караться копейкой. Поэтому понимаете, что нужно думать головой, мозгами. Главное, чтобы они у вас были. Если вы нетерпеливы, то в этот период лучше наблюдать за какими-то у вас уже существующими проектами. И отдохнуть просто, наблюдая за этим, за проектами сами, как они растут. Вот, вторая декада для Водолея на октябрь 2023 года. Вы будете уверены в себе и, как бы, ну, не в силах чьих-то вас обмануть. И, кстати, если в этот период, если вы были от кого-то зависимы, то самое время сепортировать, отделиться. Если вы понимаете, что абуза какая-то у вас есть, то самое время это сделать в этот период. Вам поможет этот период в вашей справедливости. Кстати, еще такое небольшое замечание. В этот период вас, возможно, будет провоцировать женщин до конфликта. Насколько вы умны, это будет от вас зависеть. Вы подойдитесь на эти конфликты, либо нет. Так, третья декада для Водолея на октябрь 2023 года. Реализация задуманного. Главное, будьте внимательны и не пустите все эти шансы на удачу и счастье в материальном именно плане. Но это все будет, если вы будете стараться и будете внимательны. Да, если вы будете стараться, будьте внимательны и не просиживать штаны в четырех стенах. Вот такой вот совет. Значит, рыбы. Так, рыбы первая декада, октябрь 2023 года. Значит, не нужно строить каких-то долгоидущих планов. Потому что все будет не так идти, как вы задумывали. Все будет совсем не так. Поэтому, ну, планы лучше не строить. Пытайтесь за любую предоставленную возможность и держите ухо востро. Потому что это какие-то вообще период, связанный с долгами, с каким-то неблагополучным финансовым состоянием. И какие-то денежные потери. Какая-то денежная финансовая черная полоса. Вторая декада, октябрь 2023 года для рыб. Это у вас будет много каких-то возможностей и желаний. Можно взяться за новое дело или просто учиться. Да. И, ну, чтобы время зря не терять. Потому что вам может, у вас не хватит на ваши какие-то, ваше обучение к чему-то новому. Ну, да. Нужен какой-то наставник. Грамотный, хороший наставник. Чтобы на этом самостоятельном учении вы не сгорели. Просто, ну, не перегорели. Значит, третья декада для рыб. На октябрь 2023 года. Нужно быть мудрым, сдерживать свои чувства и эмоции. Умело распоряжаться финансами. Нужно принимать решения и согласовывать их с умом. То есть, именно умом, мозгами думать нужно. И разумом. Для близких чувства не нужно сдерживать. Возможно, вам попадется какой-то мудрый мужчина. Который вас будет учить в жизни. И будьте в этот период сами собой. Будьте в этот период самим собой. Все. Всем пока. Увидимся через месяц. Продолжение следует.